Вернемся к событиям минувших выходных. В эту субботу лабутанцы стали участниками Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия». Он проходил в рамках Года охраны окружающей среды. Главным организатором акции выступил Российский экологический фонд «Техэко» при поддержке Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и общественных экологических движений. А вот реализовать идею помогли неравнодушные граждане, которые вышли на улицы своих городов и навели порядок. Подробнее о том, как это было в нашем городе, расскажет Альмира Новоселова. Убрать свой город к празднику и принять участие во Всероссийской акции «Зеленая Россия» на площадь Нака пришло более 300 горожан. Объединенные одной целью, люди с большим желанием поддержали призыв городских властей, которые также вышли в этот день на уборку. Пользуясь случаем, хотел поблагодарить всех, кто сегодня и не только сегодня своим трудом делает наш город чище и краше. Это особенно важно в преддверии празднования 145-летия нашего города. У нас будет очень многостей, и не хотелось бы ударить грязь лицом. Хотел бы пожелать вам сегодня хорошей погоды, бодрости, духа и отличного настроения. Спасибо вам. Площадь Нака – это всего лишь место встречи, которое изменить было нельзя, ведь убрать предстояло весь город, а это почти 30 гектаров. Собравшиеся разделились на группы. Например, площадь Победы, прилегающую территорию сквера, приводили в порядок активисты Единой России и Молодой Гвардии. Уборка на этом участке имеет свои особенности. Здесь нет крупногабаритного мусора, но хватает мелких отходов беззаботного времяпрепровождения людей. Вот зачем вот так вот делать? Очень же некрасиво. Люди старались, старались, высаживали цветочки, такие вот красивые бетуни. А наши жители тушат бычки. Стыд и позор вам. Подключиться к всероссийской акции единороссы предложили и общественным объединениям, которые с радостью откликнулись на приглашение. Я с удовольствием. Во-первых, город этот мой. Я здесь прожила очень большую жизнь, сознательную, 20 лет. И вот уже данный возраст хороший, приличный у меня. Так что на ведение чистоты и порядка в центральном сквере, любимом месте отдыха горожан, стало не просто партийной акцией, но делом, которое объединило всех, кому не безразлично, как выглядит лицо родного города. Любая работа, особенно в общественных началах, и которая идет во благо города целиком, она объединяет людей вне зависимости от веры и партийной принадлежности. Каждый хочет видеть свой город чистым. Если ходит он видеть его чистым, то он и принимает участие в том, чтобы сделать наш город чистым. И поэтому здесь независимо от партийной принадлежности, от веры и исповедания, все выходят. И христиане, и мусульмане, и Единая Россия, и Справедливая Россия, и Беспартийная. А вот на территорию нового стадиона отправилась группа, состоящая только из мужчин, которые выполняли одну из миссий – выкапывали деревья. Мы уже приняли такое решение, чтобы не вырубать, не пускать под нож березки, которые могут красить своим присутствием город, жителей города. Планируем сегодня выкопать более 300 березок саженцев и высадить на территории города. Наводить порядок восьмой школе пришли сотрудники управления образования ЖКХ и капитального строительства. Бодрый дух и хорошее настроение у активистов вполне оправдан. Возле такого здания, которое теперь трудно узнать после капитального ремонта, убираться только в радость. Я думаю, что такие вещи, они сплочаются и поднимают наше настроение. Ходить на такие вещи надо, тем более это наш город, мы в нем живем, это наша страна, мы в ней живем. Мы должны за ней смотреть, не по приказу, а по совести. Акция может быть городской или российской. Главное, чтобы во время уборки территории у людей было хорошее настроение и желание сделать свой город чище. Поэтому очень важно, чтобы мы, пользуясь случаем, когда либо организовывается всероссийская масштаба акции, либо это будет просто акция на уровне муниципального образования. Самое главное – результат. И результат должен быть один. Наш город должен быть чистый, мы должны как-то прививать и культивировать бережное отношение к окружающей среде, к тому, где мы живем. Альмира Новоселова, Игорь Борисов, Николай Нарватов. Программа «Время местное».